Здравствуйте! В прямом эфире новости Прима. В студии Антон Попов. Сегодня понедельник, 5 июня. И прямо сейчас о самых важных событиях этого дня. Руководителя Краевого фонда капремонта подозревают во взятке 12 миллионов рублей. За что такие откаты и что нашли дома у чиновника? Красноярец сжег религиозную литературу в храме Рождества Христова. Что произошло сегодня? Пришел в церковь, попил воды, взял газету. Как он объясняет свой поступок? И оскорбил ли он чувства верующих? Пожар уничтожил пункт регистрации автомобилей на Майерчика. Сгорели что ли? Да. Что с документами автовладельцев? В прямом эфире Примы сегодня большое интервью с главой Красноярска Владиславом Логиновым. Будем задавать вопросы от зрителей, обсудим качество благоустройства и коммунальные проблемы. Присоединяйтесь сразу после выпуска новостей. Суд Ленинского района накануне отправил генерального директора регионального фонда капремонта Михаила Попелышева в СИЗО на два месяца. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Оперативники перехватили Михаила Попелышева еще в субботу. Его задержали прямо в машине сразу после получения взятки, сообщают следователи. Они подозревают госслужащего в том, что тот предложил знакомому коммерсанту помощь в получении подрядов от фонда и при необходимости закрывать глаза на некачественное исполнение. За такую помощь бизнесу он якобы запросил 12 миллионов рублей. Половину из них Михаил Попелышев успел получить на руки, говорят следователи, а потом вмешались сотрудники Краевого ФСБ. После задержания правоохранители обыскали Большой дом гендиректора. На оперативном видео запечатлены драгоценности, валюта, бильярдная, солярий, охотничьи трофеи и прочие атрибуты, достойные жизни уважаемого человека. До этого он, кстати, трудился и полпредом губернатора края, и в ГУФСИН, и в стройкомпании «Сибиряк». Напомню, пять лет назад уголовное дело заводили на прежнего руководителя региональным фондом Нину Авдееву. Правда, тогда все было скромнее, почти по-домашнему. Прокуратура выявила, что Нина Иосифовна незаконно выписала себе премию в 70 тысяч рублей. При этом работу фонда на протяжении долгого времени и проверяющие сами жители считали неэффективной. 30-градусная жара задержится в Красноярске. Погода на выходных была по-настоящему летней. Такая же сохранится на рабочей неделе. Завтра плюс 32 днём и 18 градусов ночью. Со среды 7 июня прогнозируют небольшие дожди. Но высокие температуры никуда не уйдут. В среду 33, в четверг на пару градусов ниже – 31. В пятницу 9 июня плюс 30. Синоптики говорят, погода аномально жаркая, температура воздуха выше климатической нормы на 7 и более градусов. Немного спастись от зноя можно будет разве что по ночам. В это время прогнозируют около плюс 18. Переполох сегодня случился в храме Рождества Христова на Щёрса. Прихожане стали свидетелями уничтожения текстов религиозного содержания, который неизвестный изъял прямо на их глазах. Камеры наблюдения засняли, как в церковь заходит мужчина. Спокойно, без спроса берёт со стеллажа газету и выходит на улицу. Тут же рядом с храмом он сжигает бумаги. Очевидцы вызвали полицейских. Правда, толком объяснить свои мотивы он так и не смог. Мужчина может отделаться административным наказанием за мелкое хулиганство, а может и реальный срок получить. Сейчас проверку начал Следственный комитет, и если будет доказано оскорбление чувств верующих, да ещё и на территории храма, то чтецу будет грозить штраф до полумиллиона рублей, исправительные работы или лишение свободы до трёх лет. Субтитры делал DimaTorzok Сохранилось, а часть, видите, сильно пострадала. Сгорели, что ли? Да. Как мы документы сделаем, как получаем, мы пока не знаем. Кого надо спросить там? Мы звонили, они мальчат, трубку не берёт. А сейчас без документов как ехать. Теперь можно на нескольких адресах, например, на Ястынской, Кутузовой, Металлургов, зарегистрировать автомобили и автомобильные прицепы. А вот для государственной услуги по обмену и выдаче водительских прав нужно обращаться на Кутузова, Металлургов и Брянской. Все адреса будут на сайте ГИБДД. Ни госзнаки, ни документы в этом пожаре не пострадали. На улице Сады жители жалуются на то, что здесь происходит ремонт дороги. Жители уже сами себе бросили вот такие вот помостки, потому что взрослым людям, пожилым людям очень тяжело перебираться через вот такие вот бордюры. Сейчас вот надо это получать, перешагивать вот всё это вот дело. Неизвестно, что к чему. Проблема номер два. Части улицы ещё и перекрыли не только входы в дома, но и въезды в их гаражи. Гараж уже убрали, дочь убрала машину, потому что нереально это. Проблема три. Рабочие тоже не слушали людей, когда они говорили, что здесь у них пролегает водопровод летний, который им организовал краском. Они платят, всё по-честному, с паспортами. Так вот, копнули и всё, остались люди без водопровода. Подняли все трубы наружу. Всё, короче говоря, вода тут плескала, и краском вызывали вчера. И сами закрыли, сделали, ремонтировали. И ещё одна проблема, четвёртая. Говорят, жители тротуар пустили им по вот этой стороне улицы, по верхней. Жители говорят, что все ходят как раз по нижней стороне. В скользкие времена, в холод, в снег. Людям удобнее и безопаснее идти по той стороне. Люди идут понизу, чтобы не упасть. А нет, тут получается дойти до конца тротуара, и потом спускаться, опять же, на чём? На попу садиться и ехать. Информацию обо всех проблемах жителей на улице Сады мы передали в управление дорог и благоустройство. Там пообещали разобраться в ситуации в ближайшее время. Ну а мы на Театральной площади. И с новостью, которая кого-то порадует, кого-то нет. В Красноярске снова после перерыва заработали платные парковки. И не только на Театральной площади, а ещё в районе БКЗ. Парк имени 400-летия. И на Центральной набережной. Что изменилось? Если раньше тарифы за парковку у нас были от какого-то определённого времени, и стоила парковка в среднем 30 рублей, то теперь это стандартный единый тариф круглосуточно, невзирая на время суток, на сколько вы стоите, на выходные и невыходные дни, вообще не важно. 25 рублей за час вас будут брать. Ну, удобно, что место есть, можно заехать спокойно, встать и не бегать из каких-то мест. 25-50 рублей не жалко? Да, в принципе-то нет. Было бы побольше, было бы лучше, потому что в Центре особо-то не припарковаться. По работе сидит, где катаешься, вот надо заехать, это мрак. Ну, если другого выбора нет, то приходится. Если бы только здесь, а остальное было бы всё доступно, тогда, может быть, смущало. А так, ну, зато ты приезжаешь, и есть место, где припарковаться. Узнали о событии в городе, сняли фото или видео происшествия, присылайте нам по номеру 202-22-22, а также вайбер и ватсап. Это была дежурная группа новостей «Прима». Алёна Крашенинникова, Никита Сегаев, Дмитрий Руц. Новости «Прима». Сегодня гостем в выездной студии вечернего канала «Прима» станет глава Красноярска Владислав Логинов. Вместе с мэром будем обсуждать благоустройство, коммунальные услуги и другие вопросы, касающиеся нашего города. До этого в рамках проекта «За район отвечу» мы встречались с главами районов, руководители администрации отвечали на вопросы горожан. В этот раз они будут касаться всего Красноярска. В наших соцсетях мы опубликовали специальный пост. В комментариях под ним оставляйте свои жалобы и вопросы или можете прийти и задать их лично. Сегодня наша студия расположилась на центральной набережной рядом с Капитанским клубом. Следственный комитет всё-таки завёл уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. На прошлой неделе мы рассказывали, как мужчина застрелил двух собак в одном из красноярских дворов. Затем он долго кружил поблизости и фотографировал трупы животных. Тогда видео с камер, где хорошо виден номер машины, мы отправили правоохранителям. Также нам удалось выяснить, что автомобиль принадлежит скандальному предпринимателю Виктору Версяцкасу. Он много лет занимался отловом собак в Красноярске. Сам Версяцкас, правда, отрицает свою причастность. Кто был на видео, теперь всё-таки выяснят силовики. Но сейчас ещё несколько коротких новостей. Бывший руководитель рехаба «Чистый город» получила один год и семь месяцев колонии за пожар в реабилитационном центре в 2020 году. Тогда в наркологии погибли четыре человека. Суд признал директора виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть. Осуждённая вину не признала. Восьмилетняя девочка накануне утонула в Енисее на правобережье в Ленинском районе. По предварительной информации, ребёнок играл на берегу с братом-сестрой и зашёл в воду достать кубик Рубика. Её снесло течение. Рыбаки вынесли девочку на сушу и вызвали скорую. Но врачи спасти её не смогли. Минобороны хочет ставить граждан на воинский учёт без явки в военкомат. Извещать его должны будут через госуслуги. Также военные предлагают закрепить норму, по которой не переданная лично или по почте повестка, считается вручённой через неделю с момента размещения в реестре повесток. Пока это всё на стадии проекта постановления. По данным краевых властей, в регионе действует 9 лесных пожаров на площади почти в 700 гектаров. Страдают пока в основном северные районы. Ещё несколько возгораний спасателям удалось локализовать. Ситуация с лесными пожарами под контролем, успокаивают специалисты. Но масштаб горения может увеличиться из-за наступившей жары. Роспотребнадзор по краю получил два мобильных модуля для автономных лабораторных исследований и диагностики инфекционных заболеваний. С помощью этих машин можно будет исследовать материал при массовых тестированиях населения, при работе в природных очагах заражения или в зоне ЧАЭС. Уточное ДТП в районе Солонцов. Водитель легковушки затормозил на дороге, чтобы пропустить утку с утятами. Водитель, следовавший за ним, оценить порыв доброты не успел и врезался в машину. Обошлось без жертв. Предстоит слегка подремонтировать автомобили. В Солнечном будут строить еще школы. Об этом сегодня рассказал глава региона. Михаил Катюков поручил мэру города резервировать земельные участки с учетом подъездов к будущим учебным заведениям. Разговор состоялся на стройплощадке школы, которую уже возводят. Строителям там пришлось буквально втискивать здания и возводить огромные подпорные стенки именно потому, что в свое время дома поставили слишком плотно. Как идет работа увидела и наша съемочная группа. Слева дома, справа дома, дома наверху, а в середине стройка, финала которой ждут все жители многоэтажек в Солнечном. Рабочие возводят новую школу. Те, что есть в микрорайоне, давно переполнены. Поэтому жители безропотно терпят и строительную технику, и шум, и пыль. Очень ждем. Колоссальное впечатление от вот этого масштаба, который я увидела. Поэтому строители обещают ее сдать в срок. Мы, как жители, терпеливо ждем. Ребятишки данного микрорайона уже будут входить вот в эту школу, в свою. Из-за того, что школу пришлось вписывать в плотно застроенный микрорайон, она будет необычной внешне. Разной поэтажности, с большим перепадом высот и подпорными стенками на территории. Проект получился совсем не типовой, на 1100 мест. Сегодня посмотреть, как инженеры и строители смогли расположить здание, приехал руководитель региона Михаил Катюков. Школ на таком перепаде высот по рельефу я еще не встречал, чтобы так строили. Поэтому понимаю, что это особое потребовалось технические решения, чтобы так встроить школу в рельеф. Это не последняя, очевидно, школа, которую нужно построить в Солнечном. И не последний объект обустройства этого микрорайона. Очень много обращений. Микрорайон вырос фактически. Это город в городе. И очевидно, что с учетом катастроительного потенциала он будет только расширяться. Поэтому нам важно, чтобы не совершали вновь старых ошибок. Нельзя, чтобы входы были удобны. Здесь, здесь, здесь. Чтобы с разных мест не ходили дети вот так вот в школу. Тем более перепад высот такой. Здесь же еще вопрос эксплуатации. Здесь надо еще следить за... Периметр безопасности. Глава региона на месте поручил придумать, как добавить еще входы в школьный двор, чтобы жителям верхних домов не приходилось обходить здание до самого низу, а потом обратно лезть в горку. А строители рассказали, как они обыграли то, что школа находится именно в солнечном. Здание украсят огромные витражи. Мы находимся в микрорайоне солнечный. Всячески попытались подчеркнуть вот эту солнечность, инсоляцию, как говорят строители, и проникновение солнечных лучей на протяжении всего учебного дня. Поэтому я думаю, что это будет удобно, солнечно, будет много воздуха. Ну и ученики будут с большим интересом приходить в школу. Чтобы это случилось быстрее, строители работают с опережением графика. Вся школа, которую возводят по нацпроекту образования, будет готова к середине следующего года. 1 сентября 2024-го дети микрорайона должны пойти сюда учиться. Кто-то перейдет из ближайшего садика на проспекте Молодежный. Он уже открыт и вместе со школой в будущем составит образовательный ансамбль. В одно время с этой школой в советском же районе запустится еще одна в микрорайоне метростроитель. А на Омской и в микрорайоне аэропорт под новые школы скоро забьют первые сваи. Анна Гейнс и Андрей Ткачук. Новости Прима. Футбольный Енисей начинает борьбу за выход в Премьер Лигу. Первый матч состоится уже на этой неделе. Теннисистка из Красноярска повторила мировой рекорд начала 90-х, а наш дрифтер стал восьмикратным победителем. Подробнее в спортивном блоге Павла Горшанова. Всем привет. Меня зовут Павел Горшанов. Это мой блог о красноярском спорте. Наконец-то определился соперник Енисея за путевку в Премьер Лигу. Им стал Воронежский факел. Из элиты футбола уже вылетели Хинки и Торпедо, и сейчас у наших футболистов есть шанс пробиться в Лигу повыше. Кстати, в субботу дома мы в ничего не решающем матче сыграли в ничью с Волгой, которая находится на последнем месте ФНЛ. Соцсети Енисея тут же загорелись гневными комментариями болельщиков, но мы надеемся, что Енисей просто копит силы для решительного рывка в Премьерку. Рыгбинный Красный Яр уступил Локомотиву в домашнем матче, но, правда, несмотря на поражение, клуб все-таки оставляет за собой четвертую строчку, и это позволяет ему бороться за выход в плей-офф. В то же время Енисей СТМ разнес ВВА Подмосковья, и теперь красноярцев ждет зрелищное сибирское дерби. 16-летняя теннисистка из красноярской мира Андреева повторила рекорд 95-го года. Она стала самой молодой спортсменкой, которой удалось преодолеть квалификацию Ролан Гороса. Это такой престижнейший международный турнир. В эти выходные Андреева играла с шестой ракеткой мира американкой Кори Гауф. Это был красивый теннис. При равной игре красноярке не удалось выиграть, она уступила в трех сетах. Андреева выбывает из борьбы за трофеи, но в очередной раз заставляет говорить о себе все мировое спортивное сообщество. Красноярский дрифтер Георгий Чевчан в восьмой рекордный раз стал победителем этапа РДС-Джипи в Нижнем Новгороде в самой крутейшей дрифт серии страны. Молодые дебютанты сумели проявить все свое мастерство, в отличие от фаворитов. Но Гоча, как обычно, стабилен и силен. Его соперником стал Антон Козлов, который прошел нашего земляка Дамира Идиатулина. Но вот с Гочи он ничего сделать не мог. И теперь Георгий Чевчан восьмикратный победитель этапа. У баскетбольного Енисея появился новый главный тренер. Им стал Йовица Арсич из Сербии. До этого с командой из Болгарии он трижды становился чемпионом страны, а в 2021 году работал с национальной сборной Сербии. Сам Арсич заявил, цитирую, «Решение не было трудным. Мой коллега Стеван Караджич дал очень хорошие рекомендации к красноярскому клубе. О самой игре поговорим позже. Сейчас мы находимся в процессе формирования команды. Я же надеюсь, что в новом сезоне мы увидим новый красноярский баскетбол. Немного заглянем на спортивное будущее. В эту среду, 7 июня, в 7 вечера начинаем бороться за выход в Премьер-лигу и дома играем с факелом. Несмотря на лето, игра пройдет в футбольном манеже, потому что на стадионе меняют газон. Приходите, будем вместе болеть за наших. Ну а в субботу можно прийти на матч Енисея СТМ против Красного Яра и стать свидетелем зрелищного сибирского дерби-начала в 4 часа. На этом у меня все. С вами был Павел Горшанов. Следите за новостями, занимайтесь спортом. Пока. На выходных на острове Татышев прошел первый детский фестиваль. Десятки локаций, ростовые куклы, конкурсы и призы в честь детского дня. Ребята собирали огромные конструкторы, искали клады и даже разрисовали автомобиль. На одной из площадок побывала Анна Гейнс и прониклась атмосфера веселья. Первый детский фестиваль, а у сцены работает тяжелая техника. Конечно, шуточная, зато это по-настоящему семейная шахтерская забава. Поняли, что вы сейчас изображаете? Экскаватор. Рядом ребята украшают каски рисунками и блестками и на минутку превращаются в шахтеров, пусть и немного гламурных для фотосессии. Что за профессия шахтер? Ну, это такая профессия, которая копает, всякие полезные ископаемые. Это очень важные. Готов? Давай, двумя руками крепко. Держишь? Это локация хиты среди подростков и среди самых маленьких гостей. Мальчишки, девчонки и родители поднимают пятикилограммовый кусок угля, качают руки и узнают о крупнейшей в России угольно-энергетической компании СУЭК. И о тех, кто работает, чтобы в наших домах было тепло и светло. О шахтерах. Профессия действительно интересная, само производство. И когда вовлекать начинают в эту профессию именно с малых лет, это, во-первых, на детские мозги это и ложится очень проще, легко воспринимается все. И когда ты с этим живешь именно с детства. Шахтерские каски превращаются и в корзины для игры. Теннисные шарики скачут по столу рядом. Сегодня все развлечения востребованы. Ребятишки с радостью рассказывают, что они больше всего любят делать на праздниках. Рисовать, веселиться, тортики! Художники меняют инструменты и в дело опять идет уголь. Можно рисовать и на асфальте, и на белом. Только перчатки одевать, да? Да. Обязательно. А то руки замыраешь. Этим удобнее и приятнее рисовать. А еще гости праздника могут попробовать себя в шахтерской викторине. Вот такие рисы из шахтерской азбуки, которую придумали работники компании. Вот у меня здесь эколокол. Очевидно, что это экология. Отлично, просто супер мероприятие. Очень весело, очень много локаций для детей. Мы просто в восторге. Мы не смогли попасть на праздник 1 июня, так как работали. А вот сегодня приехали, очень нравится, здорово. Первый детский фестиваль прошел весьма успешно с музыкой, танцами и призами. На такие праздники, говорят гости, готовы ездить каждую неделю. Анна Гейнс, Илья Гришан, Новости Прима. На территории Сибирского федерального университета высадили больше двух сотен новых деревьев и кустарников. Причем сделали это в березовой роще. Зачем делать зеленую зону еще зеленее? Сюжет. Пока еще маленькие сосны, кедры и ели аккуратно высаживают в березовой роще Сибирского федерального университета. Здесь гуляют и занимаются спортом и студенты, и горожане. Лес хоть и есть, но его нужно обновлять, чтобы место долго оставалось зеленым. Мы совместно, большим коллективом, в том числе ученых, решили, что мы будем постепенно менять лицо этой части города, делая его более экологичным, несмотря на то, что оно достаточно экологичное, делая его более зеленым, несмотря на то, что оно зеленое. Экологическая акция прошла по проекту «Зеленый кампус». Ее поддержало руководство инвестгруппы РВМ «Капитал» и Красноярской рециклинговой компании. Они регулярно продвигают тему ответственного отношения к окружающей среде. Сотрудничество с СФУ – это очередной этап эко-программы инвестгруппы. Важная для нас цель, задача, вот этот негативный эффект от наших прошлых поколений – его снизить, этот долг сократить. Поэтому мы с удовольствием поддерживаем такие мероприятия, экологические мероприятия, сами их организовываем. И для нас важно, чтобы вот эти ростки, которые саженцы, которые мы сегодня посадили, они проросли и стали частью культурного контекста, частью понимания каждого человека о том, что такое экологическое поведение, экологическое воспитание. Волонтеры, сотрудники СФУ и партнеры пополнили 2 гектара рощи на 195 новых саженцев. Это кустарники, хвойные и плодовые деревья. Сорта выбирали по образовательным запросам. В будущем здесь планируют проводить практические занятия студентов, а территория станет частью экологического каркаса города с удобными пешеходными и веломаршрутами.